Здравствуйте, дорогие дамы и господа! Добро говорит к нам Господь, с вами Джон Клюкер и Грибабас. Сегодня 11 июня 2015 года, мы идем в поход на Бавринские озера на четыре дня предположительно, ну может быть на три, ну как бы, может быть сократим, но не охота четыре дня. Ну, вот, участники похода Грибабас, Джон Клюкер, Ворнерт и Игорь Джан. Мы еще идем по поселку, нам надо сейчас пешком дойти до поворота, автобус с Морозова там с города отправляется в 5-10, ну и на повороте где-то минут через 15, да? Да, где так он будет. Сейчас у нас время 4, то есть без 15,5, как раз до поворота, ну полчаса нам как раз хватит. Да, где так. Вот, полчаса ходили нам до поворота дано, вот, сейчас идем в тапочках пока, я не там в тапочке-то, вот, сапоги, ну Грибабас там внизу, это я пока ему отдал, пока съемку веду. По погоде сегодня вроде как дождь обещает, завтра тоже, но это в Интеф самое, а мы поедем на север на поезде. Бугры полярные, остановка, ну все, дальше буду освещать. Добро пожаловать в поход! Смотрите и наблюдайте! Так, выходим с поселка, это остановка школы, немножко так капельки дождик, не сильный, только начинается, возможно дождя не будет, просто он так пугает немножко. Вот сейчас нам надо идти вперед до поворота. Грибабас, как настроение? Хорошо, все. Выспался? Выспался. День бода, хорошее. Вперед. Ну, в прошлый раз мы шли 6 часов до туда. Ага. Ну, мы не спеша так шли с отдыхом, короче. Ну и в этот раз тоже, наверное, будем не спешайте, да? Все правильно, да. Все правильно. Так, вроде бы так смотришь, не слишком небо затянуто, может быть дождичка и не будет. Но это нам надо ехать еще. Мы находимся в Инте, город Инта. А на поезде мы поедем в сторону Воркуты. Это где-то еще полтора часа на поезде. Вот. Там, естественно, погода, возможно, будет совсем другая. Возможно, да. И комаров сейчас... Ну, сейчас, в принципе, я посмотрел где-то 9 градусов. Сейчас комаров, ну, не так много, но в лесу-то всяко должны быть комары, конечно. Ну, там да, там комары будут. Это сейчас вот здесь пока нету. Ага. Ну, еще плюс то, что мы идем. Что-то у тебя сапоги повыпадывали. Опа. Ну, бросай, бросай мои. Я сам сейчас понесу. Ага. Мы уже на повороте. Нам повезло, нас довезли на автобусе на попутки. Ай! Ага. У тебя билеты уже так в этом переднем кармане. В этом я все равно. Здорово. Привет. Вот, познакомьтесь. А где познакомиться? Я... Игорь Джан. Уже знакомился. Уже знакомился. Все меня уже знают. Не-не. Кто-то-то не знает же тебя. Нет, все знают. Все видели меня на велосипеде зимой. Весь город. Не, это интинцы, если знают, а другие-то люди не знают. А другие мы не надо знать. Пусть интинцы знают. Ты уже давно здесь стоишь? Нет. Надо сейчас будет Ворнеру позвонить. Вдруг он спит еще. Ну, я погоду смотрел. Здесь по Инте вроде как дождь должен быть. Я боялся. А там я не знаю, как будет. Я боялся. Что-то в руке тащил, блин. Сапоги. Вот тут все выдаешь. А тут? В Ютуб? Не, я там как бы вырезаю. Что-то неинтересно. Все интересное для зрителей. А что тут интересного? Как? Походы сейчас? Скоро пойдем. Дорогие зрители, мы уже в поезде. Уже в поезде. Уже все поедем. Сколько времени? 53. У меня опаздывает. 7-4 минуты, значит, опаздывает. А ты не подводил, да? Не, не подводил я. В 6.08 отправление. Сейчас надо поискать Игоря Джана и Ворнера. Где они там? Они сюда. Они там пришипались. Два часа. Сюда снимает скрытая камера. Игорь Джан даже участвует в съемках, да? Да. Самый главный. Самый будешь главный? Самый главный персонаж. Самый главный артист. Во первого театра, да? Время московское 7.50. Мы приехали на станцию Полярные Бугры. В поезде, конечно, разморило немного. Сейчас отхожу от осна, вроде бы получше становится. Гриб и Бас, что, потеплее стало? Потеплее стало, да, спасибо. Потеплее стало, хорошо. Ну, комаров нету, сейчас ветром вздувает. Пусть маров нет, ага. Да, я просто радуюсь, я говорю. А то я сейчас... Смотри, что, без шапки. Ребенихов напишет. А чего вы холодите-то? О, едет, маленький капюшок. Какое жирище? А, понял, плюс 50, нормально. Я замерз все. Это снимает только красиво. А это даже снежок тут остался. Стереофильмы. Стереофильмы, да? Да. Классно. Что-то мы прошли где-то минут 20 и решили отдохнуть немножко, да? Так, вот прошли то болотце. Ой, из этой-то. И сбилось дыхание у нас. Грибобас, у тебя сбилось дыхание? Немножко. А Ворнер-то, а у тебя? Нет. А? Нет, не сбилось. А у тебя, Игорь Джан. Очень сильно. Грибобас, а ты спляшешь? Нет. Давай. Белые розы. Сейчас, подожди. Белые розы, белые розы, беззащитные себе. Не пляши, Саш, не пляши. Там в Ютубе смеются. Вот увидели тебя, смеются. Всех лайк. Вот отцу, всем нравится. Не знаю, не знаю. Не знаю. Вот так вот. Я тоже снимаю. Браво, браво. Посмотрите, это вот цветет морожка. Немного очень. Урожай будет в этом году, видимо, не слабый. Ну это где-то в середине июля, наверное, она уже будет, да? Наверное. Надо успеть до нее еще рыбу половить. А, вот еще цветет богульник вот. Кто-кто? Богульник, богульник. Богульник? Вот это, да? Да, 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 он пахнет еще сильно очень. Да. Ну он это самое, если ему нюхаться, он как этот самый. Ну он как, типа дурманит, да? Дурманит. Дурманит, да? Дурманящий такой запах. Если вот лечь у него, поспать, потом проснушь его. Ходите в походы, дорогие друзья! Игорь, призывай в походы ходить. Нет, я... Я тебе верну, да? Что-то Игорь сначала снимался нормально, а сейчас что-то стал стесняться странно, блин. Здорово. Ворнет, кричи, ходите в походы. Сидите дома! Не ходите никуда! Сидите дома! Сидите дома у телевизора! Смотрите мультики! Мы за вас ходим! Смотрите мультики, да? Да, главное лайки ставьте! Очень много лайков! Поднимайте наш рейтинг, чтобы люди смотрели походы и тоже им захотелось! Чтобы у вас ноги к старости отвалились! От безделья! Да, я думал не от безделья, а от походов! Не-не, не от безделья! Наоборот, чтобы здоровье сохранить, надо в лес ходить! Надо разогнать жир! А чтобы ноги отвалились, надо у компьютера сидеть! Ну ты-то не сидишь же, да? Я нет! Но у меня и ноги пока еще не отвалились! Понятно! Ну что, давайте пойдем еще, товарищи! Пошли! Господа! Грибобас уже бьет копытом! Да, а что? Мне попало! Надо что-то... А рвет землю! Все! Надо меня как-то... Стрелями землю вдыхает! А рвет землю! А рвет! Вот так зато идти не так... Ну, не так тяжело! А если бы сейчас жарко было бы, да? Да, дохли бы! Мы бы уже... К этой вышке подошли бы... Мы бы уже дохли уже! Уже бы потом обливались! Давай бы, да? Да! А сейчас идти ветерок обдувает хорошо так! Угу! Вот мы лайп уже прошли, сейчас покажу! Кстати, камера у меня немножко так это накапала! Это вредно, да? Ну, она конечно воды-то боится! Это не GoPro! А по GoPro что это? Ну, GoPro это экшн-камера! Там можно... А что такое экшн-камера? Ну, а как бы в движении можно снимать! А-а! Под водой? Грибобас! Грибобас! Не молим! Я 900, у меня просто... Что-то будет некрасивое! А что? А что? А что? Спрос! Я никогда не интересовался электроникой! Вот этими компьютерами... Грибобас уже все знает, да? А я уже знаю! Вот за счет Джона! Так что я уже в этом... Я больше... Маленький спец, да? Маленький спец! Я больше лесу люблю! Не люблю я технику! Не любишь? Не люблю технику, да! Ох ты! Ну, кроме мотоцикла! А-а! И велосипедов, да? И велосипедов, да? А у тебя давно сейчас там мотоцикл находится? Мотоцикл? Давно у тебя уже? Третий год! Третий год? О-о-о-о! Я пока... Надо ему ревень уже делать! Да? Разбирать... По-нахрен... Цепь помазать внутри... А он, оказывается, сложный мотоцикл! Сложный? Да, он маленький такой... А я начал разбирать там... Ты же какой-то Китай... Китайский купил, да? Угу... Легкий, да? Угу... И какой вес у мотоцикла? Ну, килограмм восемьдесят... Да? А у меня был и третий... Ого, тяжелый такой мотоцикл... Ну, в Минске он где-то сто пять... Сто пять килограмм... Тромировали меня... Вот так вот... Какой это? Ижак, да? Иж третий... Все, надо камеру убирать... Она у меня уже вся в каплях... В каплях, да? Все, до следующего сеанса! Ижак, да? Давайте... И потом... Господа... Игорь, Жан, а какая у нас примерно скорость? По километрам... Четыре сейчас... Четыре, не три? Три с половиной... Три с половиной, да? Угу... Ну да, мы идем не спеша... О, муравейник! А у нас там несколько уже было... А вот еще один... А, кстати, вот туда, в Абезе... Они там это... Их вообще нету... Нету, да? Там уже холоднее... Ага... Это уже не любишь... Я хотел яиц попробовать... Этих... Угу... Ну... Сейчас просто останавливаться... Это... А там на озере нету этих муравейников? Они в озере... Я не помню... По-моему... Но я там не встречал... Нету, я не знаю... Там еще медведь... А, вот здесь, кстати, опять дамы... Медведь может разорить муравейники... Я знаю, знаю... Угу... Неохота попробовать эти яйца муравьиные... Ага... Ну, чтобы знать, какие на вкус там... Ох ты... Они пекленькие... Муравьи сам не очень вкусные... Не-не... Муравьи-то они кисленькие... То, что кислота... А вот... Яйца-то вряд ли кисленькие... Яйца-то, скорее всего, знаешь... Типа как... Типа жира какого-то... Скорее всего... Ну, надо обязательно попробовать уже... Чтобы знать, что за вкус... Угу... Угу... Попробуй... Это просто... Это... Хлебо на голову... Не-не... Как бы знать... Для опыта... Для опыта... Чтобы уже знать... Вот что... И ты уже знаешь... Уже пробовал... Уже... Без всяких этих... Ты... Если что... Будешь эти яйца муравьиные кушать... Потом... Потом... Заходил... Это самое... Человечный покрыг... Ха-ха-ха... Человечный? Ха-ха-ха... Нет... Я не людоед... Просто... Мало начинается... Это... Эти самые... Мородишек... Потом... Эти самые... Эти... Потом... Потом... Сашечку... Так, а ты, Игорь... Мясо-то не ешь, что ли? Мало... Мало... Ты... Мясо редко, да? Ага... А что православие подразумевает то, что... Отнесу надо отказываться вообще... Там, кстати, есть даже в православии... Там... Кто не ест мясо... Там вот в постные дни, когда вот его надо есть... И как бы заставляет даже... Ты мясо должен съесть... Я не понял... Знаешь из-за чего? Из-за того, что как бы... Ну... Не считать тебя... Типа таким святым, что ты мясо не ешь... Нет... Тут дело не в этом, что мясо ты не ешь... Нет... Это неправильно сказать... А как надо правильно сказать? Я пришел в гости... А... В гости... В гости... Да-да-да... Да... Тебя угощают, да? Да... И уже как... Ну... Из-за уважения к гостю... Из-за уважения к гостю... Из-за уважения... Да... Ну, кстати, подходим к этой... Дороге, да? Ага... 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 Я уже когда-то видел... Я забыл про нее... Забыл уже, да? Ага... Ага... Вот... Вот... Становится больше и больше... Тут целое поле карликовой березки... Вот по ней, в принципе, тяжело идти... Вот если вот... Не по тропе идти, а по карликовой березке... То ноги вязнут в ней... И тяжело идти... Ага... Что-то мы... Воды не стали пить... Потому что не жарко... Нету жажды... Один... over Bellinger... Т��, был обыскали... Уф... Коф... Ну... Уф... Модель... Модель... Работали... Все... eating... Что же реально? Субтитры сделал DimaTorzok Подходим к дороге Тут типа какой-то подъезд Дорога, смотри какая широкая Ага Отдохнем Отдохнем или как? Я думал, лучше в лесу, может, где-нибудь место Ну поди там, не в лесу, да, пойдем А уже это, Ворнерт уже рюкзак снял Ага Гриба, селфи Селфи Селфи, Игорь А Джон там где? Ой, какой Джон там Ворнерт, Ворнерт, селфи Джон Ворнерт Ворнерт, селфи Ага Сухты идет, да? Газопровод идет, Сухты Паванянка должна идти Паванянка, да? Дождик немножко крапает Паванянка, газ Газ, газ-то мимо нас Газ не про нас Ты уже две пословицы сказал Время 11 часов 15 минут Немножко комарики мне лобик накусали Игорь, Джон, тоже немножко И меня Это, голову тебе накусали, да? Да А Ворнерт, я не знаю, тебя накусали, нет? А я побрызгался Побрызгался, да? А тебя гриба-бас накусали, нет? Нет Тоже накусали, да? Нет А кто знает, что такое Ворга? Первое слышу Ну, это дорога от этого Ну, вот, Оленье стадо Идет И, как бы, Ворга Это вот натоптанная дорога Оленьем стадом Ну, вот, если, допустим, эти Оленеводы ходят Постоянно По одной дороге Там, получается Ну, тропа так Ворга называется Ворга, да? Ворга Ворга? Я кроме слова Харей ничего не знаю Ну, Харе это палка погоняет этих оленей Ворга О! Все знает красиво, да? Ой, тут ковер был всяких цветов, всяких. Но это может быть попозже будет, да? Вряд ли, в этом году вряд ли. Да? Вот, наверное, что расцвело сейчас, то и будет. Тут какой-то там пик горы какой-то видно. Они почти цветут, когда цветут. О, там и горы врачи. Там какая-то вершина там есть. Я даже внимания прошла. Дорогие зрители, я телепортировался в Арктику. Сейчас время примерно 11.30. Мы пришли в ресторан. Идет заготовка дров. Идет заготовка дров. Здесь я нашел нерастаявший снег. Рестораном у походников называется то место, где обычно полпути и люди отдыхают. Вот здесь отдых примерно около часа получается, да? Чайку попить, перекусить, отдохнуть, сил набраться, да? Вот Игорь Джан, дрова заготавливает. Грибобас Джан тоже вот. Да? Окей. Все хорошо получается. Работаем. Сейчас еще Ворнер Джан, где у нас. Ворнер Джан. Вот наши тут рюкзачки. У Ворнерда Тибет-100, да? Тибет-100. А, не, не буду трогать, у него там фотоаппарат еще уроню. Уроню. Так, у Грибобаса ЮКОН. ЮКОН-95 у него. У меня Абакан. Абакан? Что-то я не помню, число какое-то. Абакан вроде бы 120. Игорь Джан, а у тебя типа этот, как его? Как рюкзак у тебя называется? Ермак. А, Ермак, Ермак. А, еще осталось показать у кого какие ножи. Да, да, да. Ворнер, покажи, пожалуйста, свой ножичек. Игорь Джан. Вот мой эксклюзивный ножичек. Грибомастер. Название ножа есть. Твоего имени, да? Ну, кого так сделай, я сейчас в приближении. Сталь, это Х-12МФ, да? Да. Так, Грибомастер, свой ножик покажи. Сейчас. А, это нож выживальщика, да? Да. Гербер. Это тебе прислал, подарил этот, с Владивостока. Помнишь его фамилию? Да, да. Вот забыл фамилию тоже я его. Видишь, ну он сам, когда на заме, замазавил вроде бы. Он, я не знаю, кем он работает. Подожди, фамилию-то как у него? Да, вот что, тоже я что-то забыл, что не помню я. Ха-ха. Память у нас плохая. Не-не, сейчас мы вспомним, вспомним. Ага. Так, давай. Сейчас мы вспомним. Ага. У нас даже поход, несколько серий в честь его назван. А, да, да, ну что, 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 что? Румянцев. Во, 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 точно. Румянцевский поход. Ага. Так, а где Игорь Джан-то? Игорь Джон. Не Джон, а Джан. А, Игорь Джан. Сейчас идет освещение, у кого, какие ножи, кто с собой взял. Я взял три. Три, ну покажи, какой у тебя. Ну, Элик, ну делом занимаешься, ну что ты. Ну, с собой один только, покажи быстренько, и все, и я буду заниматься, помогать делом. Не надо, не надо. Ну, давай попозже, ладно, попозже. Хорошо, хорошо. Все, все. Я иду помогать парням. Все. Пока-пока.